Школа номер один в Калинковичах построена в 1998 году на месте старого деревянного здания. Сдача такого объекта, что называется «С нуля», вылилась в кругленькую сумму. Почти вся она была выделена из областного бюджета. В 2007-м для школы начали строить спортивный зал. На 70% объект готов. За оставшиеся 30% сейчас и борются родители. У меня двое детей учатся в данной школе. Старшая дочка, когда мы выбирали школу, которая ближе к нам школа, в этой школе не было спортзала, но были перспективы, что спортзал новый строится по последним инновациям. Ну и из-за этого мы как бы и в эту школу и пошли. Здание начато, по бумагам на 70% оно уже сделано. Почему не доделать до конца? Буквально два шага осталось, чтобы довести до конца. И дети нормально, все дети, это сколько, 480 человек, по-моему, только на первой смене учатся, да? И столько же, наверное, на второй. Неужели ни у кого не болит душа, что столько детей? Ну где попало? Такое здание сумасшедшее, там хороший проект, там все предусмотрено. Ну доведите вы по-хозяйски до конца. Для того, чтобы по-хозяйски довести дело до конца, требуется более 17,5 миллиардов рублей. Сюда входит отделочная работа, электрика, сантехника, оборудование. Сумма не маленькая, тем более в сложившейся экономической ситуации. В районе таких денег нет, а областной бюджет не резиновый. Объект в инвестиционную программу Гомельской области на этот год не включили. Хотя у нас спортивного зала нет, но мы пытаемся найти выход. Во-первых, мы занимаемся в спортивной школе, которая находится через дорогу от нашей. Составлено расписание, и учителя водят детей на занятия в спортивную школу. Во-вторых, для начальной школы у нас есть приспособленное помещение, то есть большой класс, который должен был быть классом ритмики, мы оборудовали как спортивный зал для начального звена. Затем у нас есть площадка, мини-футбольное поле, где мы тоже можем проводить уроки физкультуры. И рядом с футбольным полем мы натягиваем волейбольную сетку, то есть, в принципе, там можно играть в волейбол. Спортивная школа, о которой упоминала директоры, куда ребята ходят на занятия, объект абсолютно новый. СДЮШОР открыта в 2010 году. Учреждение республиканского значения имеет статус школы Олимпийского резерва. Большие просторные помещения, несколько спортивных залов, современный дизайн, все условия для занятия спортом, как любительским, так и профессиональным. Здесь занимаются 500 человек, плюс школа открыта для всех желающих. Школа не закрыта ни для кого. Приходят как детвора, так приходят взрослые люди. То есть, взрослые приходят, здесь у нас есть платные услуги, и поэтому люди платят деньги, занимаются с удовольствием. Проблем здесь никаких нет. У нас, допустим, три человека сегодня в национальной сборной республики Беларусь, и 12 человек ходят в списочный состав сборной Беларуси. Это хороший результат, хороший показатель. А это уже спортивный зал другой школы номер 4 Калинковичей. Объективно, его площадь не больше спортивного зала в первой школе. Открыто после капитальной реконструкции учреждение образования в 2014 году. От здания 30-х годов постройки остались только наружные стены. Всё остальное построено практически заново. На реконструкцию школы было потрачено более 25 миллиардов рублей. Основные ресурсы, опять же, были выделены из областного бюджета. Школа хоть и небольшая, здесь всего чуть более 400 учащихся, но кроме современного дизайна, ещё оборудована по последнему слову техники. В учреждении созданы все условия для качественной организации образовательного процесса. В кабинетах установлена новая мебель, конторки, имеется компьютерный класс с выходом в интернет. Мы имеем не только стационарное соединение, но и систему Wi-Fi. В учреждении имеется современный пищеблок, оснащённый всем необходимым технологическим оборудованием. На территории учреждения разместились две спортивные площадки, а также площадка для занятий по правилам дорожного движения. Для занятий спорта имеется также гимнастический зал, оснащённый раздевальными кабинетами и санузлами. Подведём итоги. В Калинковичском районе немало делается для развития системы образования и спорта, иногда набирая обороты, иногда несколько притормаживая. Без внимания районных властей такие объекты не остаются. Традиционно социальную направленность носит бюджет соседнего района и на 2016 год. В частности, на сферу образования запланировано более 252 миллиардов рублей. Рост составил 15,7%. Илона Шавловская, Вячеслав Приписнов, Телеканал Мозырь.